привет мои маленькие змеюки с вами на связи дискман и сегодня у меня новая рубрика на канале да наконец-то свершилось в общем я расскажу как ко мне подкатывал таксист и как он предложил мне потусить вместе с ним дело было ночью я возвращался после вечеринки я сразу скажу что я очень редко хожу на какие-то тусовки но раз уж я уже выбрался то это должно быть впечатляюще и так чтобы я это запомнил это была вечеринка которая посвящена хэллоуин хэллоуин это мой любимый праздник поэтому я наряжаюсь как могу из кожи вон лезу чтобы удивить себя в первую очередь друзей да и конечно же людей которые также придут на вечеринку однажды я даже выиграл в конкурсе лучшего костюма вечера вечеринки да это было около двух часов ночи ну а расстояние конечно из точки а в точку б из клуба ко мне домой но это где-то ночью минут 15-20 езды то есть это довольно таки большое расстояние сажусь и значит в такси и только знаете думаю чтобы я не обрыгался потому что я был выпивший слегка может быть даже перебрал но в общем но позволительно хэллоуин же вообще никто никого не трогает и тут как-то у нас завязался разговор он не спросил значит как вечеринка прошла я там что-то ответил у меня такая обширная видповедь была тут он говорит мне значит я просто вспоминаю как это было тут он мне говорит что в свое время а ему где-то лет 35 может чуть меньше может чуть больше что в свое время он тоже любил костюмированные вечеринки и но тогда это было не популярно и не так востребовано как сейчас я говорю круто круто он говорит ну ты меня на следующий раз с собой бери и тут у меня аж у меня аж ребята я сейчас улыбаюсь а тогда мне было совсем не смешно мне сразу пронеслись мысли в голове что он сейчас где-то высадит меня в лесу извините меня изнасилует и увезет не увезет домой нет ну в общем короче мне стало реально стрёмно я говорю да окей с глазами которые уже почти плачут и потом он говорит ну тоже телефон мой имеешь а я так говорю нет он говорит ну как же я тебе звонил что я на месте я такой а ну да а он говорит так ты себе запиши мое имя андрей ну тут я короче начинаю думать что он в принципе безобидный если что то я ну или отпихну как-то его или или ударю кинетский тиф я говорю то я потом запишу он мне говорит ну хорошо в любом случае у меня есть твой телефон тут я уже подумал сразу же как я блокирую номер но опять же ребят это спустя время мне так весело тогда в этот момент не было пиздец страшно и мы подъехали к моему дому и он не говорит ты можешь не платить а я такой да нет вы что не на вы она ты и после этого все я кидаю ему эти деньги на кресло и хожу в полу шоковом состоянии я уже сразу же отрезвел я ему кидаю эти деньги на сиденья выхожу закрываю дверь и идут так быстро в свой подъезд что я еще никогда так не шел влешь и даже бурашки идут напишите мне были ли у вас приключения в такси и чем они заканчивались я надеюсь но если вы это пишете то как-то хорошо был какой-то хэппи-энд потому что у меня он был но опять же понимаю что таксист безобидный но и может быть он действительно просто хотел потусить но все равно это было настолько стремно что таксисты если вы это смотрите то лучше не надо я конечно же когда пришел домой я сразу же заблокировал его номер сразу же потому что я не знаю какое могло быть продолжение но я мне его точно не хотелось в общем напишите что вы думаете об этом всем потому что мне честно говоря как-то не по себе после этого всего и у меня всегда теперь опасения когда я сажусь в такси у меня всегда какие-то есть я начинаю накручивать всегда мне почему-то меня тошнит мне раньше не тошнило в транспорте теперь меня тошнит такси в общем не знаю не знаю ребят мы с вами на связи пожалуйста напишите комментарий подпишитесь на этот канал ставьте лайк и у меня на самом-то деле много историй еще которые я хочу вам рассказать с вами поделиться поэтому я все-таки надеюсь что вам понравится эта рубрика в любом случае напишите мне напишите пожалуйста мы с вами на связи и целую вас всех пока